Цель оправдывает средства. Государь должен быть львом и лисой одновременно. Эти выражения приписывают флорентийцу Николу Макеавелли, которого часто и не слишком обоснованно обвиняют в хитрости, изворотливости и вероломстве. Николу Макеавелли, политики-философ. У нас в гостях историки Светлана Князева. Здравствуйте. И Марк Юсин. Здравствуйте. Светлана Князева. Окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова. Преподаватель кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета. Кандидат исторических наук. Автор публикаций по истории либерализма, либеральной демократии, тоталитаризму и истории успеха на Западе. Марк Юсин. Вопустник исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Доктор исторических наук. Ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Автор двух монографий по Николу Макеавелле, а также ряда трудов по истории Европы, Средних веков и Нового времени. Как мы можем сегодня квалифицировать Макеавелле? Но Николу Макеавелле все-таки был человеком ренессансной культуры, в первую очередь, своего времени. Хотя, видимо, в каких-то вопросах, и даже во многих вопросах, он выходил за рамки этой ренессансной культуры. Поэтому, если говорить в терминах той эпохи, то действительно, вероятно, он был первым политиком. Причем мы подчеркнем первым. И очень многие исследователи Макеавелле выделяют даже курсивым словом. Он был первым политиком. С чем мы, наверное, должны согласиться. Он был также и литератором, безусловно, эпохи. И ярким литератором. В конце концов, писал комедию, известная комедия Мандрагора, которая была написана в тот период, когда большинство исследователей сходится на том, что это где-то середина десятых годов. Так, между 1514 и 1518, это яркая комедия, где он еще себя позиционировал как, в общем-то, литератор, как также и лингвист. Ему принадлежит произведение, между прочим, размышление о нашем языке. Так что он еще и филолог, лингвист. Но, вероятно, в тот период неуместно применять термин политолог. Я и сегодня много имею лично каких-то сомнений в отношении того, насколько точно употребляется термин политология. Ну, а если прийти в более поздние времена, то мы, наверное, могли бы назвать Макеавелли, помимо того, о чем мы уже сказали, действительно родоначальником политической науки, то, что во всем мире называется political sciences. Он был психологом, безусловно. Был ли он, так сказать, конфликтологом? Да, безусловно. Дипломат? Да. Но, извините, за 14 лет активной деятельности 13 дипломатических миссий удачных. Четыре из них во Францию. За 14 лет. 13 лет. Недорогого стоит. Наверное, он был очень неплохой менеджер, если говорить в сегодняшних категориях. Он человек, который очень хорошо знал человеческую сущность. То есть, с точки зрения психологии, это тоже вот человек выдающийся. То есть, фигура, и я далеко еще не все. Может быть, в течение нашей сегодняшней беседы коснемся и других аспектов. Но, во всяком случае, даже то, что вот уже сказано, дает нам представление о Никколоме Киавелли как о выдающемся деятеле, не только своей эпохе. Правда, ну, не совсем оцененном его современниками, о чем тоже мы сегодня увидим. Что, в общем, делает эту фигуру до известной степени, ну, такой трагической. Поскольку, вероятно, он это очень хорошо ощущал. Он знал, что способен на большее, а большего ему делать не давали. Микколе Киавелли родился, между прочим, еще все-таки в 15 веке. Дата его рождения – 3 мая 1469 года. Он родился в семье Нобеля, хотя, в общем, и не богатого, и хотя очень родовитого, которые жили во Флоренции, причем в достаточно престижном районе, в Ольтера Арну, на левом берегу Арну. И как раз тогда начинала уходить в небытие поговорка о том, что голова ящерицы в любом случае, чем хвост льва. Нет. Иногда лучше быть и хвостом льва, если этот лев живет в Флоренции. Иногда лучше быть одним из 452 семейств, которые живут в Ольтера Арну, чем где-нибудь там в Сан-Кошану или в Сан-Андре, куда потом он оказался сослан. Поэтому положение этой семьи было, казалось бы, по статусу даже и неплохим. И оценивалось по кадастру в 110 флоренов, что в общем было средним доходом. Но ведь Макиавелли ощущается это очень мне как-то вот, когда я читала его о нем. Хотя не могу считать себя только специалистом, вот сугубо много лет изучавшим, но все же что-то, наверное, могу судить. И вот у меня ощущение, что клеймо бедности до некоторой степени на нем, на семье уже начинало лежать. И это несколько угнетало Макиавелли с самого начала. Во всяком случае, он считал себя скорее бедным, ну, по крайней мере, если не с детства, то с отреческих лет. Но все же отец его, Бернардо, был человеком достаточно причастным эпохи, юристом, правоведом. Собирал книги. Книги стоили недешево, однако он на это не жалел. Покупал эти книги и, видимо, вот пристрастил Николо тоже к этому роду действиям. И то, что он в семилетнем возрасте был отдан тоже на обучение в школу Сан-Маттео, где читал латинские тексты, наверное, тоже сыграло центральную роль в его жизни, так как научил его пользоваться источником, вот уже с молодых ногтей, разбираться в тексте. Интерес к языку у него впитало. В конце концов, трепетное в дальнейшем отношение к терминологии. А для многих людей гуманистической культуры это было центральным пунктом. Ведь никто иный, как гуманисты, еще 15 века создали то, что вошло в историю как лингвистический анализ, анализ терминов, трепетный анализ терминов. И вот терминология, о которой, я надеюсь, мы потом скажем, это верту, фортуна, то есть судьба, доблесть, наоборот, точнее, если последовательно, верту, доблесть в первую очередь, а фортуна – это судьба и до некоторой степени даже подмена термина там «бог», «божественная», вот он как-то начинает соединять. Затем это дальнейшее, достаточно интересное, его, видимо, отец понимал, все-таки необходимость выучить сына, несмотря на, в общем, средства тяжелые семьи, безденежья. Определенно, все-таки было несколько детей в семье, но приверженность гуманистической культуре, к Ренессансу выражало даже то, что одна из дочерей была Примаверя, весна, которая вот дочка в этой семье. Ну вот, далее это школа, классическое образование, но в то же время обучение счету, математики. В университете учиться он не мог, но, опять-таки, в силу отсутствия достаточных средств, но есть целая плотная волна исследователей, которая полагает, что университет, возможно, испортил бы его вот такой природный острый ум, может быть, нанес налет схоластизма, схоластики, которая все-таки еще не была и скоренена в университетах, несмотря на действия ренессансной культуры. А другие все-таки полагают, ну, Баткина, вот Леонид Михайлович я встречала, что и не испортил бы его университет, потому что... Такая была это уже изначально, такой мощный какой-то заряд интеллекта в человеке, да, что... за что, в общем-то, его, я потом об этом скажу, и не любили, и отвергали. В последнее время, надо, наверное, сказать, какие события происходили вот в годы юности, в годы молодости Макеавили, как разворачивалась история Флоренции, которую он потом... Конечно, конечно, которую он описал потом и так любил горячо. Флоренция была одним из крупных итальянских государств. Это время было переходное, хотя все времена она... Перелом. Но тут в чем состояла суть этого дела, что вот на протяжении жизни Макеавили, в общем-то, Италия, она стала таким полем борьбы уже окончательно крупнейших европейских держав. Это Франция. С одной стороны, Испано-Габсбургский там союз, император Германия, Испания, с другой, в основном. Вот, то есть, в этот... Начинаются итальянские войны в конце 15 века. И малоитальянские государства, которые до этого как-то уживались друг с другом, воевали, ну, было некоторое равновесие. Значит, и существовали. Ну, они и потом существовали, и номинально, в общем-то, были независимы. Вот, особенно это относится к папскому особому государству, который был центром католического мира. И при этом он имел светскую власть, и даже претендовали в это время папы на то, чтобы еще как-то вот самостоятельно сколотить свое владение крупное в Италии. Вот, но, в общем, эти планы, если они у кого-то были из итальянцев, они, так сказать, уходят в небытие. Вот, и, собственно, это было предметом и размышлений, и предметом эмоций, служил для Макиавелли, который, в частности, вошел в историю как один из главных поборников, может быть, самых ранних, вот, объединения Италии, единства Италии, один из первых национальных мыслителей, хотя это тоже является предметом-спором. Вообще, я бы хотел сейчас вот добавить, мы довольно подробно остановились на его детстве, вот его жизнь делится четко на две половины, и с первой половины почти ничего не известно. Хотя то, что вот говорила Светлана Евгеньевна, может навести на мысль, что наоборот. Да, к сожалению, мало. Но на самом деле он вот как чертик из коробки появляется на политической сцене местной, потому что вот то, что вот известно об этих его годах, там образование, чтение, это сохранился дневник его отца, и действительно там какие-то эти отрывочные сведения есть. Но потом, потом он как бы пропадает, и вот уже становится флорентийским секретарем, когда он получает пост в 1498 году. Вот, что любопытно, очень коротко, был спор в историографии, потому что неожиданно отыскался еще один Николо, Ди Бернардо Маккиавелли, то есть имя и отчество совпадают. И там шла речь о том, что он был секретарем банкира в Риме, то есть у него какая-то карьера была дополитической. Потом все-таки доказали, что это просто вот однофамилец. Полный тёск. Полный тёск. Да, это не единственный случай для Италии, не только для Италии этого времени. Вот, так что вот эта часть все-таки остается, в основном, закрытой. Не совсем понятно, как ему удалось получить этот пост в правительстве. Ну, есть гипотеза, что первый канцлер нового правительства, Марчелло Вирджилио Адриани, был учителем какое-то время Маккиавелли и способствовал тому, что Маккиавелли стал вторым канцлером. Помимо вот этих внешнеполитических процессов в Италии этого времени почти все республиканские режимы сменились монархическими. И во Флоренции это был один из последних оплотов такого республиканизма. Но в протяжении 15 века тоже постепенно к власти пришла семья Медичи, которые заправляли всеми делами, хотя не всегда формально. Вот. И, собственно, вот внешние политические перипетии привели к падению этого власти дома Медичи и установился на короткое время республиканский режим во главе с монахом Савонаролой, который провозгласил, значит, властителем Флоренции самого Христа и хотел вернуть такие теократические республиканские порядки, установить. Джиролома Савонарола – религиозный теоретик и практик, проповедник, настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции. Он прославился ораторским искусством, непоколебимой верой и религиозным фанатизмом. Получил известность в политике, выступая против дома Медичи и призывал к свержению их любой ценой, даже путем интриг и сговора с врагами Флоренции. Савонарола обличал советскую власть папства, призывал церковь и население Флоренции к бедности и аскетизму. Он преследовал флорентийцев за любые проявления пренебрежения к церкви, легкомыслия, стремления к роскоши и богатству, вследствие чего публично сжигались одежда, предметы быта и роскоши, а также книги, картины и игральные карты. В 1497 году он был отключен от церкви папой Александром VI. В следующем, в 1498 году, противники Савонарола сумели поднять против него восстание, в ходе которого он был арестован и приговорен к смертной казни, как еретик. 23 мая 1498 года Савонарола был сожжен на костре. И дальше вот начинается третья четверть его жизни, когда Макеавелли был практическим политиком, а последняя четверть, когда он оказался в изгнании и написал свои основные труды, это был... Вот тут уже мы знаем его по произведениям. Ну, до некоторой степени прихода Савонаролы на это оказало влияние и смерть Лоренцо Великолепного Медичи в 1492 году. Затем страшное для Флоренции, в частности для итальянских государств вообще, наступление Карла VIII из Франции на итальянские земли. То есть вот именно тогда нарушилось то, что я обычно называю стабильной нестабильностью, вот такое устойчивое неравновесие или равновесие, потому что Италия до этого не была вообще понятием. К ней легко применяется то, что было сказано господином Меттернихом в XIX веке, причем жестко, что у Италии есть понятие лишь географическое. И действительно даже, ну вот Марк Аркадьевич говорил о том, что в сущности он действительно, наверное, где-то и мечтал. Он любил свою Флоренцию очень. Это видно из всех его произведений, из истории Флоренции, а особенно из переписки со своими друзьями, когда он, в общем, и из тех источников, которыми мы располагаем, что он действительно любил этот город, любил эту свою страну маленькую, может быть, даже для него большую родину. Он любил дома, любил деревья, любил сам воздух в Флоренции. Конечно, он понимал, что такая политика слишком амбициозная вот этих вот государей, которые грезлись друг с другом, стравливались друг с другом, но особые претензии он имел к понтификату, к папе, который это уж точно никак не хотел, объединение Италии. И поэтому я, пожалуй, склонна была бы согласиться с теми исследователями, которые говорят о том, что едва ли он видел возможным объединение Италии в тот период и, может быть, даже и в конце жизни. Редактор субтитров А.Семкин Макиавелли уже тогда, видимо, руководствовал со своим центральным принципом. Надо все-таки поступать так, как можно, а не так, как вот надо было бы. И учил этому и политиков действовать не так, как вот надо было бы, но так, как можно, исходя из реальных обстоятельств, из реальности. Ну и, конечно же, вот это вот его падение Медичи, вот это первый уход. Затем это вот теократия Джеролома Саванарула, который был действительно очень... Ведь доминиканский орден был одним из самых фанатичных, может быть, самым фанатичным орденом того. Они же, видимо, инквизицы и испанцы. Да, самым. Доминиканцы – нищенствующий католический монашеский орден. Первая организация ордена была создана испанским монахом Святым Домиником в Тулузе в 1214 году, а устав ордена был утвержден папой Гонорием III через два года. Великолепная теологическая подготовка, традиционная присущая доминиканцам, позволила им на длительный срок поставить под контроль всю систему католического образования. С самого начала они развернули активную деятельность и снискали славу самого фанатичного католического ордена. Недаром с 1233 года кадровое обеспечение инквизиции было поручено именно доминиканцам. Миккиавелли не мог воспринимать этот режим иначе как тираническим, а затем так называемых плакс, которые были почитателями этого самого Савонарола. Тоже, в общем, не очень-то он жаловал. И вот уже только... Почему они были плаксами? А плаксами их называли, этих последователей, как, ну, так сказать, которые вот восприняли его... Ну, потому что Савонарола, он устраивал там костры в тщеславе, сжигал, значит, такую мрачную атмосферу ввел во Флоренции. Миккиавелли становится в активную политику, при, соответственно, особенно при Пьеру Содерине, то здесь формируется то, что потом будет отражено и в его сочинениях, вот в этот его период уже ухода от политической деятельности. Здесь была затронута тема, конечно, религии. Я не уверена, что ее надо касаться именно сейчас. Но если в первом приближении сказать, потому что логически все-таки это просится хотя бы упомянуть, что к церкви отношение у него было, ну, более чем своеобразное, так скажем. И очень многим оно не нравилось, и политикам, и особенно церкви. Он, во-первых, не считал, что политику и религию надо совмещать в каком-то виде, что религия – это не дело политики, их как минимум надо разделить. Во-вторых, действительно, вот эта идея двойного лицемерия, то лицемерие, которое взяла на себя католическая церковь, это в конечном счете загоняет ее даже и в тупик. Уже как бы он ни относился к самой даже и религии, и к церкви, но поскольку он смотрел на мир как на некую живую, может быть, даже до некоторой степени организм живой, который тоже должен обновляться постоянно, иначе это смерть, если это не обновление. Любой организм рождается, так же, как и человек живет, то, собственно, было и в натур философии гуманизма. И в конце концов он стареет и умирает, но, обновляясь, можно отдалить период старости и смерти. А церковь не обновляется, более того, она изменяет даже основным своим постулатам, основным моральным нормам, морально-этическим нормам, потому что религиозные догматы и морально-этические нормы разорвать никак нельзя. Однако же происходит некое схоластическое воплощение этих догматов, и в то же время искажение морали. И это было видно, ну, разве что абсолютно уже человеку, не имеющему дело с действительностью. Церковь, конечно, должна хоть как-то была бы реформировать свое отношение к реальности, обновиться, ну, и отказаться от наиболее вопиющих своих пороков, от тех, которые потом будут критиковать реформаторы церкви. Это вам и продажа церковных должностей, там, симонии, и занятие церковных должностей родственниками папы, что вообще, учитывая догматы о целебате, безбрачии, вообще звучит кощунственно. Ну, когда речь шла даже о сыновьях папских, которых теперь пристраивали уже и в политику. Так что вот к церкви отношение было очень... все более жесткое, и во второй половине жизни совсем жесткое, за что во многом он и попадает в индекс запрещенных книг, в первый индекс запрещенных книг в 59-м году, и тогдашний папа Пий IV говорит о том, что вообще его рукой водил сатана. Ну, впрочем, так он говорил и о Лютере, предшественник его. Ну, во всяком случае, в его политической деятельности, к религии, вероятно, надо будет еще вернуться, он религию в расчет принимает по стоку, поскольку ему надо считаться с политикой понтификата, папы. Ну, как раз тут в 1503-м году стал папой Юлией II, и вот его политическая деятельность как раз и пришлась на период понтификата Юлия II. И вот тут он ведет себя очень активно, что совершенно не противоречит, а наоборот как раз помогает его активнейшей натуре. Более того, вот эта вот активная натура, она простоев не терпит. Он был потрясающе работоспособен. Ну, к работать, ну, если ему особенно нравилась его работа по 24 часа в сутки без преувеличений, я уже говорила об этих дипломатических миссиях, о том, что он выступал советником, разруливал конфликты, рассказывал уже тогда на уровне конфликтологических советов о том, как проваливались, ну, даже опытные, казалось бы, правители. И наоборот, ставил в пример людей из прошлого, которых он, кстати, считал, опыт можно активно применять. Видимо, я бы согласилась также с теми авторами, которые говорят о том, что он был родоначальником сравнительно-исторического метода в истории, компаративного. То есть у него были любимые латинские авторы, которых он обожал, ну, начиная с Титоливия, рассуждения о первой декаде Титоливии, на первые три книги. Титоливия широко известный исторический источник. Ну, он зачитывался Цезарем, Цицероном, читал и греков, там, Платона, Аристотеля. То есть я думаю, что вот этот список будет огромен, и, наверное, его едва ли имеет смысл сейчас вот так просто занимать время, чтобы говорить о нем. Но он не просто их читал ради интереса к античности и не делал это самоцелью, как иногда. Как бы они, может быть, этого и не хотели, но получалось у ряда авторов-гуманистов. То есть некое преклонение перед античной классикой. Но он пытался извлечь современный урок и считал это возможным. То есть вот даже вот его отношение к истории определяется постепенно. Он историю очень высоко превозносил. Он считал, что история – это, может быть, та наука, которой в первую очередь должен овладеть толковый политик. Потому что если толковый политик, или хотя бы его советники, потому что политику не обязательно знать все, ему надо подобрать квалифицированных советников. Таково было мнение Макеавея. Макеавея – человек парадоксов. Вот здесь опять проявляется парадокс. Ну, прежде всего, сохранилось несколько тысяч служебных писем, Макеавея, за этот период. Вот. То есть как бы и... Подписанные им или написаны... Подписанные в основном не автографы, а подписанные его фамилии как секретаря. Ну, значительную часть, безусловно, он сам их составлял, поправлял. Вот. Действительно, очень бурный баладин. Кстати, сохранилось и две с половиной сотни семейных писем. То есть мы знаем вроде бы очень много об этом человеке. Что, опять-таки, не отменяет парадоксальности его и наших знаний о нем. Так сказать, противоречивости. Ну, вот, что касается вот этого периода, значит, что здесь самое главное? Он был все-таки человеком второго плана. То есть он сам ничего не решал. И даже в посольствах его приставляли как бы к более знатным, именитым людям, которые были официальными послами. Вот. Сам он, значит, ну, вот, служащий, да, человек, который служит. То есть здесь было несоответствие между его потенциалом и его ролью. И он, собственно, немножко и вылезал здесь. И это тоже некоторых раздражало, как уже было сказано. Хотя вот его шеф, скажем так, вот, Пьеро Содерини, который стал пожизненным конфолоньером, то есть главой республики, он его ценил, да. То есть это был действительно советник первого лица. И что-то Макиавелли удалось из своих идей воплотить. В реальности, в частности, это, прежде всего, вот, идея ополчения, да, одна из важных идей его творчества. Потому что в то время были распространены наемники, да, нанимали наемных, наемные войска, и они между собой сражались, это вот итальянское государство. И Макиавелли был категорически против этого. Он пропагандировал ополчение. Вот как Германии, допустим, собирают там крестьян, народ, всех призывают, и они сражаются вот по-другому. Не за деньги, а за совесть. И вот, после долгих попыток, удалось, значит, во Флоренции, по его предложению, создать такое ополчение. И оно действительно приняло участие в событии, которое было для Флоренции одним из важнейших в это время. Это взятие Пизы, которую в конце века они потеряли. Это второй крупнейший город Тоскана. Вот, и, наконец, вот, собственно, это на протяжении политической деятельности Макиавелли была одна из главных, внешне политических задач Флоренции. И, наконец, удалось его взять, и при участии этого самого ополчения. У кого взять? Ну, у самих пизанцев, которые сбунтовались, когда пришли французы в Италию. Вот Карл Васьев мой пришел. И потом флорентийцы пытались, как вот, о чем я уже говорил, с помощью других каких-то, тех же французов или другой коалиции, значит, вернуть себе, уповая вот на эти внешние, или с помощью денег, как это было принято, да, вот, не удавалось это сделать никак. Вот, и Пиза оставалась независимой. Потом удалось себе ее подчинить в Флоренции, да, поскольку вот все тогда воевали против всех, и каждый старался себе подчинить, что монархи, что республики. Макиавелли, кстати, потом пишет по этому поводу, что ни одно государство не накладывает такие тяжелые узы на своих подданных, как республика. Одна из дискуссионных проблем всегда была, был ли Макиавелли потом монархистом или республиканцем, да, но историки давно пришли к выводу, что он не был ни тем, ни другим, потому что, ну, можно сказать, вот, что он был человеком эпохи Возрождения, которые, они даже по форме вот задают себе вопросы, а что лучше, а так ли? Вот одни считают так, другие так. Тут есть свои плюсы, тут есть свои минусы. И применительно к сочинению Макиавелли, это вот как раз произошло в том, что в одной работе своей он пишет больше о монархиях-государе и о казусах, которые случаются в их деятельности. В другой, в более крупной работе рассуждения он пишет больше о республике, но как бы принципиальные какие-то вещи, они и там, и там сохраняются для него, да, но люди, которые читали его в то время и позднее, так сказать, люди все-таки больше обращают внимание на внешнее, и поэтому казалось, что вот он, тут он монархист, там он республиканец, да, это противоречие, но на более глубоком уровне это противоречие снимается. И, кстати, сказать, один из все-таки вот ключевых моментов, о котором нужно тоже обязательно сказать, если речь идет о Макиавелли его творчестве, мне кажется, что вот одна из таких главнейших проблем и вопрос, который он поставил, это соотношение видимости и реальности, да, вот здесь лежит как бы ключ к очень многим тем вещам, которые казались и, кажется, до сих пор противоречивы, скажем, в том же отношении к церкви, о котором мы уже говорили, да, что вот его здесь раздражало. Вот в политике его волновала проблема того, что вот люди видят одно, да, а на самом деле там нечто другое. Политика он понимал как некий театр, да. Он пишет сейчас из Государя, что вот многие видят, чем ты кажешься, но мало кто понимает, кто ты есть. Какой он в самом деле. Кто ты есть, да. Вот, и это, собственно, вот ключ ко всем, как бы, или к большинству вопросов, связанных с его творчеством. Вот, то есть в политике важнее то, как воспринимает Государя, да, он где-то там, он где-то на сцене, да, если он создал вот этот имидж, образ. И это в последующем стало очень важным для политиков, которые это поняли с помощью или без помощи, скорее всего. Вот, но это до сих пор важно, и это сегодня особенно, как бы, важно стало. Знаменитая вот эта формула, ему приписываемая цель оправдывать средства, чего он никогда, в общем-то, не писал. Напрямую? Напрямую нет. Напрямую нет. Дословно. Да. Но почему я сейчас об этом вспомнил? Как, например, вот в комедии Мандрагора, о которой вспоминал Слава Евгений, вот у него такой есть персонаж, монах Фратимотова. Такой вот монах, монах, вот образ макеавелистов в последующем значении, когда это слово появилось, который там выступает сводником. По сюжету он такой вообще испорченный человек. Глава есть еще пружина, если не ошибаюсь, всего за действие. Он не главный, он вот способствует тому, что там вот герой-любовник обретает любовь, значит, делает родоносцем. Да, именно пружина, ну вот, который это все стимулирует. Ну, трения, скорее всего. Ну, я, значит, почему вспомнил, что он говорит, что всегда один из его аргументов в пользу того, что вот нужно, скажем, там, пойти на какое-то нарушение правила. Нужно всегда смотреть на конец, да. Если цель благочестивая, то вот, ну, в принципе, это как бы нормальное рассуждение, да. Это, с моей точки зрения, это вообще механизм любого действия, любой оценки, да. Потому что цель – это нечто высшее, ценностное отношение, средство – это нечто подчиненное. Ну, вот здесь мы сталкиваемся с этой формулировкой, скажем, в устах одного из персонажей Макиавелли. Но важно то, что он именно отстраненно приводит в этих случаях подобные вот вещи. И в том месте из «Государя», который я цитировал, вот о том, что все видят, чем ты кажешься, в этой 18-м главе, он пишет о том, что толпа судит всегда по результату дела, да. Если государь добивается успеха, его всегда оправдают. Тут же он добавляет, да, что это неправильно. Это неправильно. Но люди так поступают. И в мире, он пишет, нет ничего, кроме толпы. В мире все решает толпа, да. А вот эти умные люди, эти наблюдатели, к которым он, видимо, и себя относил, да, они могут только философски теоретизировать, но в политике они не имеют того веса, который, так сказать, логически и нравственно может быть должны были бы иметь. Давайте разделим понятия. Макиавелизм, понятие, которое появилось гораздо позже, оно возникнет тогда, когда отдельные политики, пытаясь воплотить в себе некоторые черты Макиавелли осознанно или неосознанно, иногда вполне осознанно, мы о воплощениях обязательно должны успеть сказать Макиавелли новых и новых и новых в новых жизнях в воплощениях. Но все-таки он думал, прежде всего, действительно о том, что политик, государь, воровитель, неважно, где он, в республике, в монархии, вот это для него было вторично. Хотя, кстати, отметим, чтобы уже больше к этому не возвращаться, что временами он все-таки обращал очень пристальное внимание на республику. Это не означает, что он ее предпочитал. Он говорил только о том, что республика – это нечто, что делает позицию государя, может быть, более ответственной. Она, в ней править сложнее. И, вероятно, но все-таки в республике в том же, с другой стороны, есть больше воспоминаний о свободе. Проблема свободы, свободы воли очень волновала Макиавелли. Так вот, если говорить о том, чтобы вскрыть какой-то механизм его деятельности, тут, конечно, наверное, не один государь, а тут действительно совокупность его произведений. И только из совокупности может родиться некое более-менее адекватное представление о нем. Или приближение, потому что фигура действительно очень сложная и неоднозначная для всех времен, не только даже для того времени. Вот, над ней, я думаю, будут ломать головы еще очень многие историки и впоследствии. Но все-таки вот политикам движет некая цель. Цель, которую он поставил, особенно идет речь даже иногда о честном политике. Ну, конечно, понятие «честный человек» и «честный политик» – это разные вещи, но все-таки вот добросовестный, добродетельный, только в этом смысле, что он добросовестную цель поставил, политик, он ставит цель и достигает этой цели через вот это знаменитое «верту». «Верту» – что такое «верту»? «Верту» все-таки в первую очередь доблесть. Я специально проверяла современное значение, я все-таки еще и специалист по итальянскому языку, термина «верту» в этимологическом итальянском словаре. И все-таки в первую очередь это доблесть, если так адекватно перевести это на русский язык. А в основе-то этого слова лежит все-таки латынь, и это «виртус», «виртутиз», да, то есть все-таки это сила, мужество, а в корне вообще «вир» – мужчина, мужественность. Вот что это такое, да? Вот, поэтому, значит, некая такая вот достойная мужчины цель, мужчины-политика с большой буквы «цель», которую он и преследует. И не всегда он ее должен пробивать, чтобы достичь лбом. То есть в одной ситуации поведение его оправдано относительно добродетельное. «Вирту» – это только в третью или четвертую очередь термин переводится как «добродетель», даже в расхожем человеческом понимании, тем более в политическом. Вот. И, соответственно, он таким образом достигает эту цель, иногда меняя абсолютно, скажем так сказать, градус добра и зла. То есть может, если с точки зрения уж плюсы-минусы, я не очень люблю, правда, вот это положительное, отрицательное плюсы-минусы, все очень относительно, релятивизм все-таки в истории никто не отменял. Но вот, соответственно, он может поступать с точки зрения общепринятой морали, как добрый правитель, условно добродетельный, точнее, все-таки будет добродетельный правитель. Но в зависимости от обстоятельств поменять ровно знак и поступать, как, так сказать, монарх злой для народа. Но все равно мера зла ограничена некоторыми критериями. Уже в государе довольно четко прописано, что ни в коем случае государь не должен человека лишать жизни свободы, собственности, причем не только собственного подданного, но и в завоеванных территориях. Ну, не должен. Потому что скорее человек простит вот другое зло, но не то, что его лишают вот всего жизни и собственности. Если говорить еще об одном понятии – фортуна, никуда не денешься. Мы должны об этом сказать, потому что роль фортуны, ну, тоже оценивал Маккиавелли. Фортуну он оценивал как нечто нейтральное, как, видимо, скорее всего, судьбу, но неудачу. Как вот иногда, вот, с фортуны, вот, подфартило, повезло. Даже вот в итальянском языке, сфере фортуна, то это повезло. Вот, а вот нет. Это некий меч, который навис над человеком, некий рок, судьба. Фатум, да. И вот только наполовину человек зависит от самого себя, от своей внутренней свободы. Но все-таки фатум над ним висит вот тоже наполовину. То есть если поднимать сложную тему свободы воли, а эта тема безмерно беспокоила ренессансных политиков и, между прочим, реформаторов церкви, как Лютера, так и Кальвина, безмерно беспокоила и волновала, то тогда, значит, человек вот все-таки только наполовину может быть, как бы, свободен. Мартин Лютер – один из первых и самых известных сторонников движения за реформу церкви. Монах-агустинец, крупнейший туолог, доктор богословия, основатель немецкого лютеранства. 31 октября 1517 года он обнародовал в Виттенберге, где жил и работал, свои знаменитые 95 тезисов – программу реформы церкви. Лютер отвергал идею, что церковь и духовенство являются необходимыми посредниками между Богом и человеком. Он объявил веру христианина единственным путем спасения, даруемым Богом верующему человеку. А веру человек черпает из Библии. Поэтому главную цель реформированной церкви Лютер видел в том, чтобы помочь верующему самостоятельно читать и постигать смысл священного писания. Мичиавелли чувствовал в себе огромные силы, да, необъятные. То есть вот закрыть ему глаза, чтобы он не видел. Либо же ему дать возможность действовать. А ему этого не давали. Ну, кто сейчас помнит Франческо Таруджи, который был выбран в мае 1527 года на вожделенный ему пост? Ну, вот уже все. Уже ушли Медичи, второй уход Медичи, падение режима. Он выставляет опять свою кандидатуру в мае 1520. На государственную должность? Ну да, на государственную должность. Потому что у него заплесневели мозги, как пишет он своим друзьям. Вот. В течение вот этих скольких, с 13-го года, когда его подвергли даже пыткам, благодарные в кавычках, правители, пришедшие, вернувшиеся в Медичи. Вот. Когда он писал, правда, все-таки это был самый плодовитый его период. И вот до 27-го года, когда он смог выставить кандидатуру, что же говорят эти люди? Очень интересные вещи говорят эти люди, которые собрались, вот, чтобы решить его судьбу в последние майские дни. Существует определенная гипотеза по поводу того, какие претензии, ну, скажем, не имели, но могли иметь те достопочтенные члены Совета, которые собрались вот в майский день или в несколько майских дней 1527 года для того, чтобы избрать или не избрать его на вожделенный пост от этого секретаря. Они, конечно, имели к нему массу претензий. Они считали, что он слишком философствует и что это философов нам не надо. И мало его били. Да, и мало его. Он историк, а история вообще нам не нужна. Что такое история? История вся в прошлом. Он не вполне добропорядочный католик. Этого нам тоже не нужно. Во всяком случае на уровне гипотезы наконец чуть ли не то, что его чрезмерное посещение библиотек, сидение в библиотеках вместо того, чтобы действовать в активной политике тоже вызывало как минимум вопросы. Итогом был отказ. Причем отказ абсолютно оглушительный, потому что по максимальному числу приведенных данных все-таки за него проголосовало 12 человек, а против него аж 555 членов. Вот это уже факты вещи упрямые, его отвергли. Вот это-то и заставляло его увидеть себя и многих историков увидеть его фигурой трагической. Об этом вот... Если добавишь, он тоже умер. Да, и быстро через три недели, 21 июня ушел из жизни. Но мы немножко забежали опять вперед, поскольку у нас вот песочек сыпется, и мы должны все-таки, ну, какую-то канву, да, такую чисто фортологическую, общую, самую общую. Это было бы здорово. Да, я думаю, что вот нужно вернуться к окончанию его политической деятельности. Да, в 512 году, когда опять ситуация изменилась, французы были вынуждены уйти из Италии, а, значит, имперско-испанская коалиция, на которую опирались Медичи, она взяла верх, и Медичи вернулись во Флоренцию. Значит, режим опять изменился власти, Содеринь бежал, и Макеавелли через некоторое время, значит, был отправлен, ну, он лишился должности, А затем его обвинили в соучастии в заговоре против нового режима Медичи. Ему удалось выйти из тюрьмы по амнистии, потому что кардинала Медичи избрали папу Львом X. И его просто отправили в ссылку, что означало, что он должен находиться в пределах Флоренции, то есть республики, но за пределами города. И вот он оказался в этом имении своем, Санкашиана, Сант-Андреевна Перкусина, называется это местечко, и там предавался вынужденному как бы безделию, но именно благодаря этому безделию, в чем очередной парадокс, вот он стал великим человеком, отнять не благодаря своей деятельности, хотя его творчество, оно тоже порождалось совершенно конкретными мотивами, то есть он взялся писать на политические темы, потому что он сам говорит, я ни о чем другом не могу рассуждать, я не разбираюсь в торговле, я не разбираюсь в текстильной промышленности, я разбираюсь в политике. И он хотел благодаря своим этим писаниям и через своих друзей, Франческо Виторий, который был при папе послом, при папе Медичи, вернуться все-таки на службу, вот, показать, что он понимает в политике, да, это один из, кстати, тоже стереотипов, политический советник, вот, есть люди, которые во всех времена и у всех народов думают, что они умнее правителей, и они глубоко заблуждаются, они кончают плохо. Вот Макеавель, он немножко этим грешил и хотел, значит, показать, что он разбирается в политике, вот, и так он написал, значит, свой знаменитый трактат государь. Ну, считается, что он писал параллельно, начал он о республиках писать комментарии к Титу Ливию, вот, о Риме, о славе Древнего Рима. Потом в надежде все-таки, вот, как-то к Медичи во этих доверия он написал, исходя из ситуации, он надеялся, что, Медичи, это же режим монархический, фактически, да, он написал небольшой трактат «Государик», где все это очень кратко было написано его максима, и вот получилось такое произведение сомнительное в дальнейшем, да, с точки зрения морали несколько сомнительное и породившее это сам Макьюризм. Потом он вернулся опять к вот этому большому трактатору «Суждение», где больше идет о республиках речь. Потом он все-таки Медичи ему кое-что стали поручать, в частности, поручили написать историю Флоренции. Вообще, была традиция, что канцлер Флоренции пишет ее историю. И вот Макиавелли, бывший канцлер, тоже получил такое задание от университета формально, а фактически от правителя Медичи. Тоже. Вот. Благодаря чему ему получили вот еще один шедевр этой истории Флоренции. И потом произошел вот этот очередной переворот. Снова обстоятельства поменялись внешнеполитические. снова значит, там произошло разграбление Рима в 1527 году. И Флоренция опять восстала против Медичи, которые проиграли. В данном случае уже они проиграли императору, да. И выгнали Медичи. И вот этот установился новый республиканский режим, при котором вроде бы Макиавелли раньше и служил. Почему его не выбрали, понимаете? Это поверхностно говорить, что вот он только Медичи перекинулся, то туда. Скорее вот за эти умствования вот можно предположить. Филосу. Филосу. Филосу, который хотел бы больше, чем как бы ему отвела судьба, да. Кто это говорил? Слишком широк человек, надо бы его обозить. Естественно еще то, что государь-то он написал и он поднес там Лоренцо Медичи правителю тогдашнему, насколько нам известно. Но опубликован этот трактат был только через пять лет после смерти автора. И история Флоренции, кстати, в 32-м году. Он давал читать друзьям, да, и его сочинения ходили в рукописях. Это тоже был вариант публикации в то время еще. Не обязательно было из-под печатного станка. Да, Франческо Гучердейн. И поэтому он все-таки мог некоторую дурную славу вот благодаря этому государю. Не все его поняли, наверное, не всем это нравилось. Видимо. Вот эти его... Но с этого момента уже вот начинается его, можно сказать, триумфальный момент смерти, как это иногда бывает. Правда, оно оказалось здесь тоже парадоксальным, потому что его, значит, слава оказалась больше ругательной, да, то есть его критиковали, потом изобрели вот это славящее макиявилизм и стали им обзываться как раз вот в период... Человеческая неблагодарность. Он много писал о порочной в природе человека. Человеческая неблагодарность одна из них. Неумение оценить человека по заслугам, по достоинствам. Вот это вот хула, между хвалой хуло иногда, знаете, очень мало времени. Эта хула тоже привела к тому, что, вот я же говорю, переизданий сколько. Во Франции его не могли издавать после запрета, поэтому его издали в Амстердаме, все-таки там уже другие реалии. в 1594 году историю Флоренции издали в Англии и потом сразу еще несколько переизданий. Так что его очень активно стали переиздавать. Да, но его запрещали. Это было и в России там интересная история была тоже как бы. Когда? В 18 веке он попал. А запрещали? Это отдельный сюжет. Да, это отдельный. Его не то, что запрещали, но в политических процессах начала 18 века он дважды фигурировал. Это чрезвычайно интересная тема. Вот воплощение политика. Момент, аргумент осуждения. Читали макявы или люди это вот Голицын, князь, верховник, который против Анны Аннов и потом министр казненный Анну Волынский, который осудил, был судьей Голицына, но взял эту книжку и с своими друзьями читал ее, к сударе. Кстати, до сих пор не найден вот этот перевод какой-то, который был вроде бы русский. Может, они читали по-французски? Нет. Именно русский? Есть сведения, что... Вообще, кстати, сказать, действительно, о воплощениях... Его казнели тоже, в том числе, из-за чтения Макявы. О воплощениях Макявы это совершенно отдельная и очень большая тема. Можно было бы сказать, как Наполеон с карандашом в руках читал Макявы. Как большинство деятелей 19 века. В конце концов, какой-то частью так называемого макявилизма, ну, естественно, понимаемого широко, стала поэтика Жест-Милье в 19 веке. Мы вот в одной из передач об этом говорили. Поэтому воплощение Макявы это может быть отдельная и очень интересная передача. Как раз о посмертной судьбе Макявы здесь как раз проявился этот принцип, о котором я говорил, о котором он сам писал, что люди стали обращать на видимость больше его писания в данном случае. И только некоторые, условно говоря, избранные, ученые, может быть, философы, некоторые правители, они нашли в его трудах некое более глубокое содержание, интересное, ценное и полезное. А вот такую славу в глазах той же толпы он приобрел как воплощение коварства, вероломства, лицемерия. То есть здесь как бы этот парадокс повторился, о котором он сам писал. Вот это противоречие восприятия жизни и писания. Время нашей беседы истекло. Большое вам спасибо за очень содержательную беседу. Спасибо вам. Спасибо вам. А с вами, уважаемые зрители, мы вновь увидимся на нашем канале «Путешествие в историю в поисках истины». До встречи.